МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вододим 5 апреля родились. Николай Демидов, основатель династии промышленников и десятков заводов на Урале. Гаврил Батеньков, русский писатель-поэт, участник войн с Наполеоном и Декабрьского восстания. В этот день 5 апреля 1242 года святой благоверный князь Александр Невский разбил немецких рыцарей на Чудском озере. Битва вошла в историю под именем Ледового побоища. 5 апреля 1918 года во Владивостоке высадились японские войска. Начиналась японская интервенция на Дальнем Востоке. 5 апреля 1921 года в Константинополе был сформирован Русский совет, объявивший себя правительством России в изгнании. 5 апреля 1812 года Россия и Швеция заключили союзный договор, направленный против наполеоновской Франции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отечественная война 1812 года – одно из центральных событий истории России и Европы 200 лет назад. Но подготовка к ней велась не только в военной сфере, но и в дипломатической. Российская империя готовилась к сражениям с Наполеоном, поэтому старалась сократить число союзников знаменитого корсиканца. Важнейшим шагом в этом направлении стал тайный Санкт-Петербургский договор со Швецией, подписанный весной 1812 года. До этого со шведами воевали. И воевали совсем недавно, после Телезийского мира. И выглядело это для многих так, будто Россия ввязалась в войну со своим скандинавским соседом по указке Наполеона. «Швеция – наш враг уже в силу географического положения», – говорил Наполеон в личных беседах с царем Александром I. Война, кстати, получилась быстрой и очень успешной. В 1808-199 годах разгромили шведов, в состав Российской империи вошла Финляндия. Жить в Петербурге сразу стало безопаснее, потому что границу серьезно отодвинули от столицы. Но за следующие три года Александр I успел серьезно разойтись с Наполеоном. Французский монарх был очень недоволен тем фактом, что Российская императорская фамилия отказывается выдать за него ни одну из своих дочерей. Да и тельзийские договоренности соблюдались небезукоризненно. Напряжение витало в воздухе. Как раз в это время российский император сблизился со шведским принцем Карлом Юханом, который на самом деле был наполеоновским маршалом Жан-Батистом Бернадотом. Что только придавало пикантности. Бернадот долгие годы был ближайшим сподвижником Наполеона. Был даже женат на его и состоявшейся невесте. Был и такой романтический нюанс. И вот его пригласили на трон Швеции. И вот теперь он обсуждал возможный мир против Франции. Как раз в это время Наполеон захватил шведскую Померанию, область на южном берегу Балтики. Союз вырисовывался. Весной 1812 года в Петербург прибыл шведский посол граф Левенгельм. 5 апреля министр иностранных дел Румянцев подписал тайный договор между Россией и Швецией. Оба государства гарантировали друг другу целостность владений. Это означало, что шведы окончательно смирились с потерей Финляндии. Взамен Россия поддерживала Швецию в войне с Данией. Карл Юхан хотел присоединить Норвегию. Александр I даже пообещал выделить шведам целый корпус российских солдат на эту операцию. Также договор предусматривал совместную операцию русских и шведских войск на север Германии. На этом привилегии Швеции не заканчивались. У них появилась возможность закупать русское зерно по внутренним ценам. Это была серьезная торговая уступка со стороны России. И шведы дважды просили пересмотреть договор. Россия увеличила военный корпус помощи, даже дала заем в размере полутора миллионов рублей, деньгами и зерном. Почему император Александр все шел и шел на такие уступки? Ему было важно иметь гарантию, что Швеция не вступит в войну на стороне Наполеона. Плюс шведский король поддерживал Россию на переговорах с Османской империей. С ней тоже шла война. В итоге и Турция тоже пообещала не вступать в войну на стороне Наполеоновской Франции. Это был уже целый ряд дипломатических побед, таких необходимых, которые делали Российскую империю готовой к грядущей войне. Швеция собрала договоренности и не вступила в войну. Наоборот, во время зарубежного похода в 1814 году шведская армия во главе с Карлом Юханом стала активной союзницей русских. Кстати, Швецию на итоговом конгрессе в Вене представлял как раз граф Левенгельм, подписавший Петербургский договор.